На телеканале Губерния 33 программа безопасности, обзор происшествий и чрезвычайных ситуаций во Владимирской области за неделю. На финишную прямую вышел всероссийский конкурс «Народно-участковый-2017». В прошлой программе мы рассказывали, что в финале ежегодного конкурса Владимирскую область представляет старший лейтенант полиции Антон Головкин. Он уже стал лучшим участковым в 33 регионе, победив по итогам народного голосования в двух предыдущих этапах. Поддержать Антона Головкина можно, заглянув на официальный сайт «Комсомольской правды». Онлайн-голосование открыто до 10 ноября. На данный момент Антон Головкин входит в десятку лучших уполномоченных полиции в России. Накануне подведения итогов с Владимирским Анискиным встретился наш корреспондент Максим Палагин. Доброе утро, Борис Николаевич. В гости к ветерану советско-японской войны Борису Павлову участковый Антон Головкин приходит не в первый раз. Долг службы обязывает. Одной задач участкового уполномоченного полиции является информирование населения. Прежде всего о постоянно обновляющихся видах мошенничества, которые в большинстве своем применяются против пожилых людей. Под видом различных пенсионных фондов приходят некоммерческие организации, просят продать также фильтра для воды. Необходимо людям сразу конкретно отказываться от этого всего, если вам что-то непонятно, неизвестно. Потому что всякие бывают. И также телефонные мошенничества, Борис Николаевич, так что будьте бдительны. В этом году Антон Головкин участвует в конкурсе народной участковой. Уже выиграны городской и областной этапы. 1 ноября начался самый главный всероссийский и на кону внедорожник УАЗ «Патриот». Очень надеюсь на поддержку граждан, своих земляков. Прошу поддержать меня на данном этапе конкурса, потому что каждый голос важный. Участковым Антон Головкин стал полтора года назад, сразу после окончания учебы в Белгородском юридическом институте МВД. Сейчас в его ведении две улицы – Соколово-Соколенка и Безыменского. Это 17 домов и более 5000 жителей. Население разное. От порядочных граждан до, так скажем, маргинальных личностей. С маргиналами в основном приходится и в основном работа и строится. То есть с пьяницами, с семейными дебоширами приходится много трудиться, много работать в вечернее время. Грамотный, ответственный и исполнительный сотрудник – так характеризует своего подчиненного майор полиции Александр Игнатьев. Можно поручить ему задачу, и он ее выполнит. То есть можно за это даже не переживать. С гражданами вежлив в обращении. И он имеет наилучшие результаты в оперативном служебном деятельности среди участковых. Это по выявлению преступлений, адаптивных правонарушениях. Торгуете? Нам необходимо проверить ваши документы. Но всех документов у продавцов не оказалось. Выношу вам предупреждение о том, что здесь получается нелегально. Необходимо получить разрешение в администрации Кровинского района. Согласно закону Владимирской области, здесь торговля запрещена. Конкурс «Народный участковый» продлится до 10 ноября. Голосование идет на сайте «Комсомольской правды». Пока что наш участник занимает седьмое место. Только вы можете помочь Антону Головкину прийти к победе. Какое место в конкурсе занял Антон Головкин и кто стал лучшим участковым полиции в России, станет известно уже через неделю после подсчета всех голосов. А 20 ноября в здании МВД России наградят самого лучшего народного участкового и вручат ему главный приз – автомобиль УАЗ «Патриот». К другим темам владимирских журналистов отправили в бункер в рамках месячника по гражданской обороне. Что показали представителям СМИ и на что обратили внимание, расскажет Евгения Палагина. Журналистов отправили в бункер в рамках месячника по гражданской обороне. Владимирским СМИ показали одно из 397 защитных сооружений региона. Этот бункер рассчитан на 150 человек. Здесь есть минимальное удобство для пребывания в течение трех дней после объявления тревоги. Три 300-литровые емкости с водой, туалеты, места для ночлега. Предприятие, которое является собственником данного защитного сооружения, оно в мирное время заключает договоры на поставку различных имуществ медицинского, продовольственного. И все это в течение определенного времени, установленного планами, привозится сюда и закладывается. При загрязнении воздуха включают угольные фильтры. На случай отключения света мы можем это делать в ручном режиме. Каждый меняется. И в ручном режиме все это обеспечивает плиток свежего воздуха. Связь с внешним миром держат либо по телефону, либо по рации. Бункер закрывается на две двери. Одна противоударная, защищает от гранаты осколков. Вторая обеспечивает герметичность. Этот бункер готов на 100% к реагированию на чрезвычайные ситуации. Всего у Владимирской области существует 11 спасательных служб. Вот, например, возьмем департамент ЖКХ, который обеспечивает устойчивое коммунальное снабжение населения в обычной жизнедеятельности. Они формируют спасательную службу энергетики и светомаскировки. На данный момент в регионе 90% готовых и ограничено готовых защитных сооружений. День жестянщика. 2 ноября на дорогах областной столицы только в утренние часы произошло сразу несколько крупных аварий. В одной из них пассажирский автобус 24 маршрута столкнулся с фурой. К счастью, в этой на первый взгляд страшной аварии серьезно никто не пострадал. Пассажиров в салоне автобуса не было. Второй день ноября во Владимире стал аварийным. За несколько утренних часов на дорогах областного центра увеличилось число ДТП. На выезде из города в сторону Боголюбова примерно в полдень столкнулись пассажирский автобус номер 24 и фура. На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Произошло столкновение двух транспортных средств, вы сами все это видите. Сейчас мы разбираемся, по данному факту будет проводиться проверка и будет принято процессуальное решение. Пока на этом этапе у меня нет. Жертвы есть? Пока сведений у меня здесь нет. Я хожу сейчас, обхожу, смотрю, транспортные средства, все, что вы видите, пока я обладаю такой же информацией. Как оказалось, пассажиров в автобусе не было. Сотрудники МЧС проводили деблокировку водителя грузовика, его сразу же увезли на скорой. Водитель автобуса, отделавшийся ссадиной, от комментариев отказался. По предварительным данным, общественный транспорт пытался развернуться и ненароком подрезал фуру. Кроме этой аварии, 2 ноября произошло еще множество ДТП, в которых пострадали как легковые автомобили, так и автобусы с грузовиками. Ноябрь традиционно преподносит сюрпризы. Дождь и шквальный до 23 метров в секунду ветер стали причиной многочисленных обрывов электрических проводов. Обесточенными оказались почти четыре десятка населенных пунктов. Для устранения последствий стихии специальным службам понадобились сутки. В ночь на 1 ноября во Владимирской области непогода лишила электричества 38 населенных пунктов, о чем сообщили в региональном управлении МЧС. Накануне спасатели предупреждали об усилении ветра до 23 метров в секунду и дожде. Неблагоприятный прогноз оправдался. В результате без света остались Петушинский, Собинский и Судогодские районы. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Поставлены задачи всем органам управления, территориальным звеньям МРСЧС, силам и средствам на приведение в готовность. Силы МРСК, центра и привол уже нашей энергетики были переведены на усиленный режим работы, усилены бригады. На базе них в организации был развернут оперативный штаб, который в течение этих суток постоянно координировал деятельность сил и средств и отслеживал оперативную обстановку. Кроме проблем с электроснабжением, из-за сильного ветра в территориях зафиксированы случаи обрушения рекламных конструкций. Такая информация поступила спасателям из Александровского и Юрьевпольского районов. Есть случаи падения рекламных щитов, падения деревьев, но мероприятия по восстановлению, по уборке проводятся оперативно, силами и средствами территориальных звеньев МРСЧС, муниципальных образований. На остальных территориях также комплексные бригады, включая сотрудников администрации и МЧС, сейчас работают. Значит, на данный момент жалоб, как выше указано, не поступало. Комплексное обследование территорий продолжается. Спасатели напоминают, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, звонить можно на телефоны 01 с городского и 101 с мобильного. 7 ноября Владимирские огнеборцы ликвидировали крупный пожар в промзоне на улице 16 лет октября. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Владимирской области в 18.16. Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии выяснилось, что на территории базы по сбору макулатуры горит один из ангаров. Огнеборцы приступили к тушению и в 20.00 пожар был локализован. Спустя 2,5 часа огонь ликвидировали полностью. Была угроза распространения пожара на соседние строения. Площадь пожара составила 600 метров квадратных. Для тушения применялась газодымозащитная служба, 4 звена, а также 7 стволов В, 3 ствола А. Водоснабжение от ближайших гидрантов, соответственно, 350 и 250 метров. Для тушения привлекалось 68 единиц личного состава и 15 единиц техники. От МЧС 48 человек, 11 единиц техники. В ходе тушения пожара отмечаю слаженную четкую работу подразделений Госпожарной службы. А также хочу отметить информацию для руководителей предприятий и баланса содержателей. Обратите их внимание на содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, как наружного, так и внутреннего. В результате пожара сгорели металлические конструкции здания, оборудование, вторсырье, конструкции, пристройки, внутренняя отделка и имущество на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. И в завершение программы 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Народный комиссариат внутренних дел РСФСР издал постановление о создании рабочей милиции 10 ноября 1917 года, сразу после Октябрьской революции. В целях создание было указано для охраны революционного общественного порядка. Долгие годы праздник носил название День милиции. Однако после вступления в силу нового закона о полиции от 1 марта 2011 года праздник было решено переименовать. И теперь он стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Во Владимире по этому случаю в областном дворце культуры и искусств пройдет торжественная церемония награждения лучших сотрудников ОМВД. А затем состоится праздничный концерт. А на сегодня это вся информация. Следующий ЧП-обзор смотрите ровно через неделю. До встречи на телеканале Губерния 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова